Добрый вечер, дамы и господа. Пятница вечер, мы с Катюшкой вышли на улицу, сейчас поедем в банк, поменяем долларов. И хотел сказать хорошую новость, что мы сегодня купили авиабилеты на Пхукет. В итоге остановились на авиакомпании Сичуанские, неправильно может быть говорю, авиалинии. Летим через Китай, у нас там будет пересадка 3 часа. Но это вот твое желание на самом деле, потому что ты говоришь, хочу новый аэропорт какой-то посмотреть. Да не в этом дело, нет, я просто посмотрела, что мне на 30 тысяч дешевле на двоих и подумала, ну ладно, 3 часа прогуляемся. Нифига, ты первый раз сказала, где твой дух приключений, давай с пересадкой, дешевле. Ну так это я, чтобы ты согласился сэкономить на 30 тысяч, поэтому говорила про дух приключений. Неплохо, что, посмотрим, пойдем, походим. Разомнем, да, булочки, у нас правда времени немного будет, но все равно это классно. В итоге вылетаем мы в 21.55 из Москвы 13 декабря и прилетаем на Пхукет в 17.40, если не ошибаюсь. Угу, по-моему, да. Что-то такое. И 15-го у нас будет квартира. Ну, как и говорил, где же надо будет найти ночлег? Прикинь, если какой-нибудь трешак найдем с клопами и будем там одну ночь потусоваться. Ну, какой-нибудь вариант закинуть наши рюкзаки в наш отель на ресепшн просто, арендовать байк и просто кататься. Да у нас квартира, господи, когда же ты привыкнешь? Ну, квартира, но там же по-любому на первом этаже есть вот эти вот консьержка, как у нас, не знаю. Иногда, кстати, бывает, иногда нет. Чуть телефон забыла. И мама звонит. Мама звонит. Вот, так что, друзья, я счастлив. И что нам остается? Только копить деньги и покупать валюту. Трешка у нас уже есть, сейчас еще 2000 куплю. Ну, и ближе к декабрю еще парочку тысяч. Так, где банкоматы? Там не указано на регионе? А, сейчас просим у охранника. Снял тук-сотку. В банкомате Тинька больше нет денег. Как отель не куда-то убежала? Сейчас, наверное, пойду в Альфу. Приглашаем клиента с талоном L23 к рабочему месту номер 21. Приглашаем клиента с талоном A60 к рабочему месту номер 9. Вот это я сейчас прикололся, зашел в СБЕС в обменник. Говорю, надо 2000 долларов. Только обязательно банкнота нового образца. Она мне показывает одну бумажку, и она причем такая снятая была. Она говорит, ну да, с ними сейчас напряжно. Может, куда-то еще доехать. Миссия выполнена. Мы зашли в АТБ, и там поменяли валюту. Очень повезло, что перед нами мужчина сдал 1200. И в кассе сколько-то было. Тяжело найти новые бумажки. Их практически нигде нет. И одна кассирша даже сказала, типа, вы когда гулять идете, заходите в каждый банк. И по несколько раз в причине дня, потому что они, новые банкноты, то появляются, то исчезают. Происходит постоянный обмен. И какое-то такое централизованное место, где их много, вообще невозможно. Не, ну может быть, в центре Москвы, но мы что, и не попремся? Это глупо. Ну и получается, если бы мы пришли до этого мужчины, минут на 15 пораньше, то нам бы не выделили 2000 долларов. Да, 800 бы взяли, и все. Пришлось бы еще куда-то ехать. Да. Ну все, мы молодцы. Билеты купили, здорово поменяли. Здорово. Да, осталось найти, где нам ночевать первый день, первую ночь. Слушай, я найду. Я на островов загляну, и... Либо та женщина, которая нам контракт скидывала, она обещала написать, может быть, квартира раньше осознадится. А я постараюсь по чатам по Бургетским найти, вдруг заранее найду какую-нибудь. Да, можно. А мы с Катюшкой решили забежать в пятерочку и отовариться всякой фигнёй. Засыпь кефир, сливки, семечки. Очень захотелось вареной сгущенки. Там картошка. Ну, в общем, так-то мелоча. Что-нибудь вкусненького на вечер. Сластью она моя. Вообще сладкую не люблю. Ну, что не захотелось. Бери киндер, смотри, что я тебе взял. Блин, обожаю его. Любимый грузинский лимонад со вкусом крем-соды. Обрати внимание, волчок выпустил новый вкус или мы его не видели. Ой, плечи груши. Давай попробуем. Да, это интересно. Я сначала думала взять вот эту штуку с марципаном. Она вкусная, но я съедаю... Терпеть не могу. Это типа миндаль внутри. Я в курсе. Короче, я за один раз съедаю примерно вот столько. Один укус. И потом я оставляю на неделю примерно. Ну, он высыхает, да? Он высыхает. Если такую штуку брать, то это на нескольких людей. Вот поэтому возьму дозированную. Вот по одной штучке буду есть. Станим упаковку. Ну да, в индивидуальной. Я тебе помогу. Сто лет мне, елкинга. Пойдем. Продолжаю готовиться к Таиланду. Купил себе вчера вот такую флешечку от компании Sandisk Extreme Pro. Всем рекомендую, если имеете GoPro, выбирать именно этот бренд. Карта памяти пойдет в одиннадцатую для подводных съемок. Я знаю, что с ней ничего не случится, даже если на нее водичка попадет. И вчера я еще полечил фонарик. Это твой, GoPro. Тут был рассеиватель, который ты потеряла. Я взял старый фонарик, который вообще не использую. Там, видишь, примерно такой же материал. И я его приклеил на суперклей. Ну, если сбоку показать, будет видно, что вот его вручную Андрей вырезал. Мне кажется, получилось достаточно прикольно. Я просто ножом вырезал вот эту частичку. Потому что вот фонарь мне все равно не нравится. У того фонарика очень холодный оттенок. И когда направляешь его на лицо, ну, мне прям не нравится. А почему за этот фонарик я взялся? Он на самом деле очень клевый. Давай закрою дверь. Надо, наверное, к стене подойти. Да, давай. Вот это средняя яркость. Вот. При этом он маленький. Вот это максималка. Ну, кстати, с этой штукой уже не так бьет по глазам. Ну, естественно. Без нее прям совсем плохо. Без нее вообще невозможно им пользоваться. И я доволен. Я его возьму с собой. Ну, вдруг, не знаю, тот сядет, а этот по размеру, ну, если сравнивать с цирпотцами, прям малюсенький. Ну, малышка. И батарейки хватает на максималке, по-моему, на 40 минут. А на минимальном на час 20. Если я не ошибаюсь. Так что, имей в виду. Сейчас у меня на камере точно такой же стоит. И вот этот рассеиватель я просто суперклеем залью. Ну, пойдем я к зеркалу подойду, покажу. Здесь настоящий рассеиватель на гупрушке Андрея. Оригинальный. Оригинальный, да. Вот. А это будет мой. Вот такой. Он очень крепкий. Очень крепкий. Потому что... Сейчас, давайте я покажу. Опять же, вдруг кому-то пригодится. Я использую вот такой суперклей. Мне он очень нравится. Космо. 20 грамм. Прям намертво смотрел. Ты мои кухонные штучки, что там, венчик, по-моему, склеивал? Ну, венчик от пигня, потому что, так скажем, более агрессивная история. И я купил вот такой клей универсальный, типа холодная сварка. Как-нибудь займусь. Вот, как пластилин такой. Его надо будет размять и соединить. Это венчик, да? Да. Он потом схватится, и его невозможно будет вообще хоть как-то расцепить. Так что, хочешь фонарик тебе там? Ну, да, давай. Ну, да. Спасибо. А у нас сегодня будет обед в машине. Собрали узелок. У нас здесь бутербродики. Нет, это просто хлебушек. Ну, горяченький. Нет, он весь пропитался. Я салфетками проложила слои, чтобы... Влага. Да, влага впитывалась. Это классно. Потому что я на гриле подогрела. Ну, тогда мне чудо, тебе вот это донесим. Хорошок какой-нибудь. Волчок, который мы купили как раз недавно. Еще ее не попробовали. И... Кофеек. Нет, я сейчас еще обоихся подойду. Кольки замечательные ложки мы купили. Они такие плотные, толстенькие. Вот эти дешманские. Ты представь, у меня один раз была история. Знаешь, да, про вилки, ложки, ножи, которые там 1 рубль стоят? Угу. Тебе будет неприятно это слышать? Я один раз вот так вот шашлык ел, и там заусенец был. И я себе внутреннюю часть порезал вот этими дешманскими приборами. Хо-хо-хо. Такое себе было, как листом бумаги. Ой, ужас. И тут у нас самое главное. Аккуратно она может упасть. Ага. Первую часть открыли. Матрешка. Тут у нас помидорки, вареная колбаса, укропчик. Если отодвинуть укропчик, то там огурцы. Так, это первая часть. Я на торпеву пока положу. Это брянская колбаса с салями, да, она финская, по-моему, называется. Не сильно мне понравилась, простите, все, кто с Брянска, немножко не хватает там вот такой резиновой структуры. Да-да-да, мне тоже она не понравилась, но Брянская колбаса мне нравится, просто другие. Другие. Вот это, да, не очень. При этом она не дешевая была. Может быть, наоборот, мы привыкли к ненатуральным продуктам. А это, типа, она такая должна быть? Ну, мы, дураки, об этом не знаем. Давай, наваяем бутербродиков, пока тачка греется. Поедим с тобой. Давай. Мне, правда, это мини-путешествие напоминает, когда мы вот только выезжаем, у нас есть еще какая-то еда, а не Макдональдс. И мы это все подъедаем. Да, уютненько. И кофе. Потом попьем. Да, вот так вот сделаем. Давай. Я-то сейчас кофе не буду. С чем тебе в первую очередь сделать? А я буду не бутербродами, а просто как бы отдельно все кушать. Да, прикуск. Угу. А я буду бутербродом. Все, приятного аппетита. Убираю тогда камеру. Приятного. После бутербродов съели еще по йогуртам. Хотя мне казалось, что я уже сильно наелась бутербродами, йогурт не буду. Но, посмотрев на Андрея, я решила, что ладно, так уж и быть. И он не показал, я киндера еще собрала. Школа. Ты честучки? Да. Я одну сейчас тащусь кофейку. Очень. Я даже не ожидал. И у нас еще кофе остается в дорогу. Угу. И лимонад, кстати. Ну, это потом. Я сейчас кофеек буду. Надо единственное, знаешь что, киндера. Ваше другое место положить. Они там сейчас расставят. А я не знаю, куда у нас нет места, где холодно. Не знаю, может быть сюда. Ой, тут мои петли что ли? А это мои. Да. Это, кстати, очень холодно. Да? Угу. Ну, может туда положить шоколадки? Сейчас боюсь. Замочки. Да. Мы приехали домой. Катюшка уже примеряет рюкзак. Влезает ли туда вещи. Если помните, мы их купили в Таиланде два года назад. А ты не помнишь, сколько мы заплатили за них? Ну, примерно. Потому что они были очень дешевые. Ну, для рюкзаков. И мы сначала с тобой такие думаем, может один возьмем? Да. Вот. И такие что-то походили, побродили. В итоге два взяли. Потому что мы тогда накупили очень много вещей, подарков. Угу. Вообще рюкзак очень удобный. Вот в этот отсек ноутбук, да, пойдет. И внутрь очень-очень много вещей помещается. Я, к сожалению, не подскажу, сколько тут литров. Но отделений тут достаточно много. Карабинчики, спигинчики. Вот. Катюшка тут тоже смотрит на свои баночки. Слушай, они, кажется, разные. И здесь вот такая линюшка. А здесь? Ой, звук прикольный. Ну-ка. Они разные, прикинь, два разных набора. Но цвета, причем, сейчас покажу, смотри. Такой, 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 и вот так. Вот. Это, видишь, они чуть отличаются. А мне кажется, просто один более старый, второй более новый. Нет, тут ребристые, а тут гладенькая. Ты какой будешь нравиться? Ты одинаковый вообще, пофигу. По объему они, по-моему, одинаковые. По 90 должны быть. А, вот сверху 90, 90, да? Отлично. Ну, для тех, кто не понимает, мы сюда будем наливать шампуни, всякие масла и прочие штуки, потому что в самолет с ручной кладью мы не можем провозить бутыльки больше, чем 100 миллилитров. Или 150, 100, по-моему. Вот, поэтому Катюшка все разольет. Тут всякие шампунчики, свои средства. Только сиди здесь, в ванной не заходи, ты немножечко не убрала. Сейчас покажу. Хорошо. Это у нас были покупочки СВБ, которые Катюшка достала и уже убрала в рюкзак. Но я не буду, опять же, вам показывать все вещи, которые тут у Катюшки. Потому что есть и всякие уляляшные штучки, которые не положено видеть. Что меня бесит? Ну, ты садись вниз. Вот здесь, допустим, 120 миллилитров. То есть 20 миллилитров лишнее. Хотя она такая малюсенькая, но я не могу ее взять, придется переливать. Ну, такой, дай мне в руки, что это я уже забыл. Что мувашка. Ну, так как она у меня заканчивается, я не буду брать с собой. Мне вот эту надо будет перелить. Мувашку я наоборот. Ну, она тоже, я вижу, 150 написано. Да, вот здесь 180. Ну, у меня такая новая баночка есть, я из новой перелью. Вот, эти силиконовые. И таких средств очень много, где 110, 120 миллилитров. Вот еще чуть-чуть и можно было провозить. Придется переливать. Ничего страшного. А, на самом деле, ты зря вот так вот делаешь губами. Ну, типа, ты же любишь все это дело. Баночки, вот эти всякие коробочки. И наклечки, чтобы подписать. Особенно, это мне не нужно, я запомню, это больше для тебя. Потому что тут не только мои средства будут, но и твои какие-то там. А какие у меня? У меня их нет. Ну, подожди, в смысле нет. Шампунька, тоник. Я тебя приучила, тоником пользовалась. Ты это редко делаешь, но все равно. Когда приучила, я все лето не пользовался. Ну, ты забиваешь. Ну, до этого ты пользовался. Пару недель подряд. Меньше. Ну, может, недельку. Ну, перелив, тоник тоже будешь им пользоваться. Кремушек твой. Сюда тоже. Не, я окей. Без проблем. Хотел еще обратить внимание на детали. Тут на рюкзаке есть два вот таких замечательных значка. И у меня вот такой. Ну, специальных повешилистов, чтобы разделять. Да. А еще я приносила вот такую вот штучку. И здесь написала с этой стороны свои данные. Но я не буду показывать. Тут вот мои данные. Вот. А моя где? А твоя. А, вот она. Где ты ее купила? В магните? Нет, это я в BeFree, по-моему. А, не заходили. Я единственное, что взяла в BeFree, это вот эти штучки. Они по 100 рублей. Ну, это вот вешается на рюкзак и тут твои личные данные. Но если вдруг, что. Хотя, с другой стороны, это личные, блин, что я несу. Хотя, с другой стороны, это ручная кладь. Я не думаю, что где-то оставлять будем. Ну, это больше для багажа подходит, если другое что-то. Ну, ты срежешь, если что, ладно? Я еще не положила косметику и всякие штучки, умывашки. Ну, в принципе, я думаю, как бы, вот, это все вещи. И сверху у меня еще будет коробочка с проводами, с умывашкой и с косметикой. Я думаю, поместятся. Должно. Вот у меня три футболки, которые я недавно купил. Еще сколько-то штук возьму. Ну, трусишки, носки. Плюс у меня будут одни штаны. А? Трусишки не положила. Еще. А, ну, это, они же немного места занимают. Это у меня миниатюрные, это же не панталоны, а огромные парашюты. Так вот, у меня одни штаны будут, одна толстовка, одни кроссовки. Но ты толстовку не будешь туда класть? Да, она на мне будет. Я, причем, два года назад был в тех же вещах, которые сейчас возьму. Вот так получается. Те же штаны и та же толстовка. Все то же самое. И те же кроссы. Которые я думал, что ушатаю. Они, блин, просто не умирают, ребят. Еще раз показываю. Покупал, по-моему, на Asos много-много лет назад. Вот. Форсы. Вот такие, молочного цвета. Думал, ушатаются. Ну, нет. Блин, живые и все. Причем, мама их отстирала. Или ты, я не помню, кто из вас этим занимался. Ну, я стирала и не раз, но, может, и маму стирала. Короче, я увидел, что она их отмыла. Они, в принципе, еще такие приличные. Вот. Ну, прикинь, если я вот сейчас снова буду зарекаться о том, что все-таки я их ушатаю, да, куплю себе новые, а они так и будут жить. Да. Вот. Ну, короче, крепенькая модель получилась. Не могу даже сказать. Видите, вот тут подошва уже стираться начала. Особенно на одной пятке больше, чем на другой, из-за вождения, да? Ага. Или просто у меня такие ноги. У тебя тоже на одних кроссовках. Ну, или обычные форсы, о которых я хожу чаще всего. Вот они. Им около трех лет. Да, они уже немного потеряли форму, видно. Тут тоже, кстати, как и у меня на левой. У меня левая, прикинь, хотя в газ тормозе правый. Это не от вождения. Это у тебя так повернуты просто ноги. Ну, что ноги кривые? Ну, где-то, да. Ну, у меня, видишь, то же самое. И вот тут началось. Да, на левую. Ну, меня опять же не парит. Если вдруг они развалятся, мы с тобой сгоняем. Там есть Nike настоящий, купим кроссы. Сейчас я вообще покажусь немножко придурковатой подписчикам. Но мне сестра, у нас была супер вообще классная переписка. Мне сестра присылает фотку ноги своего мужа. Он лежит на кровати, и пальцы ноги сделал вот так. Вот так. Вперед. И они у него идеально, как под линейку, ровненько прям. Вот один к одному сложено. Сестра скидывает мне свою фотку. Вот так. У нее все пальцы, как бы, ну, криво. И я свою показываю, думаю, что это за фигня. А у него, я не знаю, как это показать, они все идеально вот так ровненько. Вот так. А у нас вот. Этот пальц вообще не туда, не сюда. Покажи свое у тебя как. Ну, мне сейчас неудобно. Ну, потом в следующем влоге. Нет, покажи. А что делать-то надо? Снять носок. Так. Ну, снимай. Снимаю. Подними ногу. Так. Да. И пальцы. Смотри, какие они грязненькие у меня. Давай. Вот они будут говорить, что мы не можем. О, видишь, я тебя тоже. Ну, у тебя, блин, тоже ровно. Вот этот еще чуть-чуть сюда. Чуть-чуть, да. Вот, у него вот так. Все пальцы прям идеально ровно. А у нас, не знаю, может, это у женщин так. Пускай подписчики проверят. Именно вот у девчонок почему-то пальцы, они потоньше. Они все как-то в кучу собираются. А у парней, что у тебя, что у мужа-сестры. Прям ровненько-ровненько. Это бред, извините. Но это было очень смешно, когда мы это все выяснили сестрой. И она потом еще написала так. Ну, все, на важные темы переговорили. Давай пока. Короче. Я, наверное, среди недели уже тоже потихоньку начну собирать рюкзак. У меня основное, это, естественно, проводочки-фигочки. Я вам, ребят, уже показывал то, что собрал два вот таких маленьких чемоданчика, коробушки, где у меня всякие проводочки, там ветрозащита и прочее-прочее. Плюс у меня будет два компьютера. Один рабочий. Вот он сейчас стоит. Это МАК. И один на винде. Где-то он там в полке. И я взял Катюшкин для того, чтобы его настроить. Потому что он софт двухлетней давности. Она им практически не пользуется. Тут что-то грязное было. Вот. Обновлю премьеру, да, тебе. Lightroom нужен? Lightroom нужен, да, давай. Ну, только надо, чтобы ты вот эти настройки с винды мне отдала. И медиа-энкодер. Да. А можно тебя отвлечь от твоих дел, там, игрушек и соберушек? Помоги мне собрать проводочки, чтобы я ничего не забыла. Просто вот сейчас в эту коробочку. Что мне нужно? Для GoPro я тебе всё взял. Что ты взял? Всё взял. А что нужно для GoPro? Ну, проводочки, там, картридер есть. Type-C же, как обычная зарядка, у меня она есть, если что. Всё есть. Я всё взял тебе. Ну, мне просто нужно знать. Ну, что ты взял? Type-C же, ты провода, я поняла. Да, картридер взял, переходник. Картридер – это вот эта штучка, куда вставляется SD-карта? Да. Побольше такая. Да. Ой, сейчас, блин, не записываю. Ветрозащиту я взял, всякие крем-бамбасы для того, чтобы, ну, если вдруг там захочу, короче, сейчас покажу. Вот эта штука у нас будет на двоих, ремень на грудь. Ага. Если захочется, поснимай, да, с байка там что-то, не знаю, или просто как ты идёшь. Ну, эти таймворпы, что ещё. Ну, там много всякого. Понятно, ладно. Главное тебе взять палки, снималки и сами устройства, всё. Ну, и, соответственно, диск, жёсткий диск. Да, да, естественно. Ну, сейчас у неё нет смысла отсоединить, у тебя там рабочие проекты. И всё, получается, у меня больше для камеры ничего не нужно брать? Да, ничего не надо, я всё взял. Надо ещё с флешками, ну, SD-картами этими разобраться. Потому что одна у меня в Соньке маленькой вставлена, я её брать с собой не буду. Надо переместить её в DJI-ку. Да, 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 вот этим всем тебе надо будет позаниматься, и это уже без меня. Угу, хорошо. Ну, я сейчас тогда проводочки дособеру, наверное, сюда уберу. И попробую с косметикой разобраться, чтобы уже прям стоял рюкзак. Единственная вещь, которую я сейчас упаковала, мне их перестирать надо. Да, сделаю. Придётся всё обратно разбирать. Просто я решила посмотреть по размеру, как мне вмещать. Я ещё единственное тебя хотел попросить, вот эти футболки, да, новые, срезать все вот эти бирки и прочие штуки. Я ещё хотела сказать, наверное, не буду её класть в рюкзак, вот эту сумку. Я, наверное, с ней поеду, потому что в байк хочу её кидать туда полотенце, водичку. Она очень удобная, она плотная, конечно, конечно. Её тоже перестираю, она немножко в пыли. Ну, это сейчас она на полу лежала, да. Вот, я думаю её взять, чтобы вот так вот сюда полотенчико всё это скрутить вот так вот, и в байк. Нормаз, да, нормаз тема. Да? Да. Просто я не вижу смысла её засовывать в рюкзак, я, наверное, с ней тогда и поеду. Я знаешь, что вспомнил? Помоги мне найти очки. Только невозможно у тебя в Вольве лежат. Вот не помню, честное слово. Либо в Мари-Шкоде. Надо в машинах посмотреть. Да, обязательно надо. Ну, я ещё здесь поищу, но открывать не буду, там всякая наша. Угу. Хорошо. Ну, вот, так что в целом мы готовы. Всякие духи и прочие штуки. Ой, я что-то задел, ничего страшного. Брать не будем, они там нафиг не нужны, потому что жарко, весь мокрый. Доллары я вам уже показывал, я тут наменял. Вот, лежат, ждут, когда я их обменяю. И, да и чё, всё. Да. Надо будет, правда, всё перестирать, да, и мне поможешь. Я вот в этом плане такой хрюндель, мне надо вот, чтобы всё чётенько вот так вот лежало, я так не умею собирать, как женщины в рюкзаке. Я всё накидываю вот так вот. Как вот? Валом. Ладно, я помогу без проблем. Я пойду, вот, вы шапочку найду для волос, для укладки маленькую, чтобы её не забрать. А, это... Давай покажем просто что-то такое. Ну, я не буду заходить. Вот эта большая, я вам неоднократно говорил, то, что Гэтсби очень качественный воск делают. Вот. И мы вот купили вот такую версию. Ну, вот, можете сравнить, она прям малюсенькая. Ну, состав одинаковый. Ну, тебе хватит на три месяца точно. Слушай, если что, докуплю. Она там продаётся, он вкусно пахнет. Причём, я думаю, когда обратно полечу, вот таких ещё парочку возьму. У нас он на Азоне стоит 2,5 тысячи рублей, а там, ну, сильно дешевле. Прям сильно дешевле. Слушай, мы в прошлый раз как раз и покупали. Прошло два года с момента, как мы вернулись в Пхукета. Ты даже одно не потратил. Да. И они могут тупо выйти из сроков годности, поэтому я не вижу смысла. Да это воск, что ему будет? Ну, срок годности может выйти и, не знаю, плечи. Ну, вторая закрытая, не-не-не. У меня... Тебе прям надо? Ты уверен? Она просто подсохнет и всё. Ты с этого года не использовал даже одну, ты уверен, что тебе надо? А, ну, тогда ладно. Или Тёмику. Тогда бери. Да уж Тёма, конечно, такому подарку обрадуется. Да, довольно-таки длинный такой кадр у нас получился. В принципе, рассказали. И... Катюш. Катюш. Ты капу будешь чтобы брать? Ты ими здесь не пользовался в течение двух лет. Ну, на всякий случай возьму, да. Ты пока вот это всё не трогай. Я что-то хотел сказать и забыл. А, всё, вспомнил. Ты у себя на канале будешь делать вот такой большой видосик, как ты там собираешься, от чего берёшь? Ну, я боюсь вообще что-то обещать сейчас подписчикам на твою камеру. Почему? Потому что... Мне уже никто... Да все уже прикалываются. Мне уже никто не верит, реально. Я говорю, всё, я вот снимаю точно, вот на днях всё смонтирую. Блин, месяц, два, три, четыре, уже что-то неохота, уже время прошло. Не, ну я честно, до Пхукета сто процентов... Не смейся. Сто процентов до Пхукета, два блога, которые у меня отснят, я смонтирую. Это с поездки в Брянск и... Что второе? А, как я подарок тебе дарила. Сто процентов смонтирую, да. Не уверена, что буду ещё что-то снимать. Но в Пхукете буду, а вот тут не знаю. Буду, не буду. Планирую вот про вещи что-то рассказать, что я с собой беру. Я знаю, что девчонкам это интересно. Вот. Ну подумай сама. Да. Ну не на булковку. Ну и всё, давай уже закрывать, всё это безобразие. Заканчиваешь влог? Да, я заканчиваю влог. И я закрываю. Да. Пока, ребят. Чпунь.